Господи Божий мой, на тяну попал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 33 по 41. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь! Речи Господь! Отпусти ему и срочицу! Ящик тотя поймет, по силе поприще едина, иди с ним два! Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь, слышали вы, что сказано древним? Не приступай к клятвы, но исполняй пред Богом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что она под ножью ног его, не и Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одному волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет. А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, и кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет трудиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. В Нагорной проповеди Господь часто напоминает иудеям о том, что им уже известно. Ветхозаветный закон запрещал клятся именем Божьим. Тем более, что третья заповедь закона Божия запрещала всякое упоминание имени Божьего в суе. Современные иудеи, желая буквально исполнить эту заповедь, вместо этого клялись небом и землею. Иерусалимом, своей головой, эти-то клятвы и запрещает Спаситель. Святитель Кирилл Александрийский пишет, «Он запрещал нам клятся небом и землею, для того, чтобы мы не воздали твари чести и не боготворили ее. Запрещает также клятву Иерусалимом, потому что земной Иерусалим есть образ горнего Иерусалима, и только Бог клянется самим собою, то есть собственную славою. Поэтому, ввиду того, что предмет нашего уподобления превосходит нас, мы не должны клясться ни собою, ни собственной славой, ибо мы не свободны, как Бог, а находимся под Божьей властью». Таким образом, зная, что все сотворено Богом, клясться каким-либо его творением, значит, клясться сотворившим. А потому Господь заповедует, «Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх того, то от лукавого». И эти слова говорят о том, что у человека никогда не должно быть необходимости подкреплять истинность своих слов клятвами или гарантиями. Сам характер человека должен сделать клятву совершенно ненужной. Он сам и его поведение должны быть гарантией. Борис Ильич Гладков поясняет, «Христос требовал от своих последователей нравственности выше фарисейской. Нищий духом, плачущий о своих и чужих грехах, кроткий, правдивый, милостивый, чистый сердцем и водворяющий мир достоин такого уважения, такого доверия, что ему никогда не придется подкреплять свои слова призывом Бога во свидетели». Такому человеку должны, безусловно, верить все. От него никто не потребует клятвы. Его слова, да или нет, будут вернее клятвенных утверждений грешника. Продолжая сравнение своих заповедей с Ветхозаветными, Спаситель цитирует древнейший в мире принцип. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. Этот принцип носит название закон Талиона, от латинского слова «талио» – возмездие. Принцип этот прост. Человек, нанесший урон другому, должен получить равное по силе воздаяния. Конечно, этот принцип не соотносился с идеалом высокой христианской любви, а потому Спаситель отменяет его действия. Господь призывает не воздавать злом за зло и приводит три примера христианского смирения. «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Ефимий Зигабен отмечает, поверевает не только не мстить, а скорее представлять себя ударившему, чтобы обуздать его терпением и великодушием. Видя это, он не только не нанесет другого удара, но и раскается и в первом, и примирится. А если ты будешь противиться, то он еще больше воспламенится и ожесточится. Приведя следующий пример, Спаситель замечает. «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Дело в том, что иудеи по обыкновению носили две одежды – нижнюю рубашку или тунику, на которую накидывалась верхняя одежда, бывшая обыкновенно дороже первой. Спаситель и говорит, что если кто потребует менее ценное, то нужно отдать ему и более ценное, то есть уступить сверх того, что от тебя ожидают. Следующий образ речи Спаситель заимствует от древнего обычая. Было установлено, что курьеры, ввесшие какие-либо приказания, имели право требовать себе проводников, и в случае нежелания их ехать, принуждать к тому силой. А потому Господь наставляет. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». То есть, если потребуется услуга, даже несправедливая и с принуждением, необходимо оказать ее вдвойне. Все эти примеры дают понимание истинного смирения и любви Христовой, показывая нам, дорогие братья и сестры, высоту, на которую мы призваны подняться. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на телу повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok